Сегодня, 2 августа, в официальном календаре Ненинского округа праздник День Оленя. Накануне глава региона Александр Цибульский побывал в Канинской тундре и поздравил оленеводов общины Канин с главным праздником округа. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Оленя, проходят в эти дни во всех оленеводческих хозяйствах Ненинского автономного округа. Во-первых, хочу всех поздравить с Днем Оленя. Мы сегодня собрались для того, чтобы отметить замечательный, наверное, главный в нашем округе праздник. Праздник, посвященный людям, которые составляют на самом деле историю и основу нашей земли. Поэтому всех с праздником! Поездка губернатора на полуостров Канин носила не только праздничный, но и рабочий характер. Вместе с главой региона в ней приняли участие представители окружного собрания депутатов и профильных органов исполнительной власти Ненинского округа, глава Заполярного района. Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива Ненинская община Канин Алексей Латышев на встрече с губернатором рассказал о работе хозяйства, которое объединяет около сотни оленеводов и чумработниц. В состав сельхозкооператива, базовым поселением которого является село Несь, входит 7 бригад. Общее поголовье хозяйства на начало текущего года составило более 15 тысяч голов оленей. В период убоя оленеводы общины Канин произвели 67 400 тонн мяса, тогда как годом ранее эти показатели были значительно ниже. Основная часть продукции оленеводства была направлена на переработку в Наринмар. В 2019 году размер субсидий оленеводческому хозяйству составил более 14 миллионов рублей. Вместе с тем Александр Цибульский обсудил с руководителями бригад общины Канин вопросы, которые волнуют оленеводов. Речь в частности шла о превышении оленей емкости пастбищ. Это происходит из-за выпаса частного поголовья. Кроме того, оленеводы рассказали губернатору о том, что серьезной угрозой для оленей стад становятся медведи и волки, и обратились к главе региона с просьбой увеличить квоту на добычу хищника. По итогам встречи Александр Цибульский дал ряд поручений представителям региональной администрации. Ну и, конечно же, на Канине отметили главный праздник Ненецкой тундры. Гости поздравили ее хозяев с Днем оленя. Глава региона наградил победителей соревнований по национальным видам спорта. В эти дни в тундре много детей. Школьники на летние каникулы вернулись к родителям. Говорят, в городе хорошо, а дома лучше. У меня тут живет мама и папа. У меня папа, он ездит в стадо, караулит. Потом мама готовит хлеб, печет. И папа ездит за дровами на оленях с воздом. И мама, она вкусно готовит, блинчики умеет, еще хлеб в печке готовить и на печке. А мы, мы дети, мы играем в оленей, там запрягаемся на веревке, кушаем заделываем и катим одного из детей. Во время массового сбора семей оленеводов на праздничные мероприятия медики проводят необходимую прививочную кампанию. У меня в плане это провести детям профпрививки. То есть от трех месяцев до восьми лет. В плане где-то 13 человек будем работать. На традиционный праздник Дня оленя в Канинскую тундру порадовать своим творчеством местных жителей прилетел гармонист из Санкт-Петербурга. Игорь, расскажите, пожалуйста, откуда вы, с какой целью вы приехали, как часто вы здесь бываете и ваши впечатления? Впечатления, сказка. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, телеканал «Север». Здравствуй, русский север. Это мечта, это все. Сюда приезжаешь, здесь просто душа отдыхает. Большой репортаж Екатерины Дементьевой о буднях оленеводов и празднике Дня оленя в Ненецкой тундре смотрите на телеканале «Север» в понедельник. Иван Никонов, Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, телеканал «Север».